ПРЕМ ТАНК ИС-6 В Игре Вар Тандер Итак, многие Играют в эту игру Некоторые новенькие пришли Некоторые подписчики мои хотят приобретать Технику Поэтому я сегодня расскажу О первом танке, который я приобрел ИС-6 И на что он способен И какую доходность приносит В бою, даже будет бой Поэтому видео не будет Бой вы можете перемотать В конце посмотреть результаты На ваше усмотрение Но, тем не менее, мы рассмотрим ИС-6 Потому что это один из самых лучших танков в этой игре Вот Поехали Итак, с чего же мы начнем? Начнем с того, сколько же он стоит Ребят, стоит он в магазине 2000 рублей Вот Поэтому Он находится Четвертый Ребят Четвертая эра у нас То есть четвертый ранг, ребят И боевой рейтинг 7.3 Вот Какие, в принципе, преимущества у этого танка есть? Вот он здесь, заходите Можете приобретать Вот Как бы вот так вот Все 7.3 рейтинг Подгоняете по выкачке технику Какую-нибудь подходящую Вот и Т-54 Или ИС-3 И, в принципе, чтобы у вас было три танка И вы можете, в принципе, нагибать Сразу же, ребят, перейдем к характеристикам Скорость поворота башни 11.8 У других Как бы самая маленькая, по-моему, 10.6 Типа того Поэтому, в принципе, во-первых, это тяжелый танк И только у всяких там и средних танков Там, конечно, поворот башни может там 15 Там и 18 быть Ну, то есть, как бы очень быстро крутится Поэтому Ну, из тяжелых танков все равно башня довольно неплохо крутится Вот Следующим Что у нас есть по перезарядке, ребят 18.7 перезарядка У нас Естественно, в топ, ребят Мы можем выкачать ее до 15.8 С перками, со всеми наворотами и тому подобное Одно из минусов является это УВН УВН-3 То есть, танк, сразу я говорю Надо на нем будет В основном брать точки Именно в городе Вот именно там, где есть спрятаться Где ровная местность Желательно не ехать На Там, где именно точка находится в поле И вам придется выкатываться Чтобы выстрелить Очень тяжело играть Это грубейшая ошибка Поэтому сразу же вас предупреждаю Желательно туда не ехать Ну, если такого Нужда Вот прям капец Чтобы выиграть Надо точку брать Естественно, надо брать Я не говорю, что надо вообще туда не ехать Поэтому включать Надо немножечко мозги Желательно, как говорится Что у нас по Ребят броне По броне Я скажу Я вот откатал Количество боев И скажу Что танк выдерживает Ну, просто капец Он стреляет И пробивает Все там танки Практически Пятой эры Вот И очень хорошо Лупит Пробивает Не знаю По мне, когда стреляет Очень рикошетный Очень рикошетный И не всегда пробивной На стримах Кто смотрит В принципе, видно Что машина В принципе, очень годная Вот Конечно, есть свои тут фишечки Видите Крыша такая дырявая Ну, в принципе В нее еще надо как бы выцелить Вот Лючки у нас тут Видите Очень такие слабые Тут вообще 30 Приведенка 133 Не очень Одним из самых слабых мест Является, конечно же Маска, ребят Сюда, когда влупят Падлы критуют Вот Но, тем не менее Ничего страшного Ремкомплект Как говорится Это все делает Выкачанные перки На ремку Точнее, не ремкомплект Вот Поэтому Все нормуль Все нормуль От Башни От этих мест В принципе Очень рикошетит Тоже Поэтому могу сказать Что башня тоже Выдерживает Очень хорошо Очень Поэтому и стоит Иногда Даже Доворачивать слегка Ее башень Куда Чтобы подставить И маску Спрятать Ну С влд Что у нас влд Соточка Соточка Приведенка Видите 160 Ну Как бы Так себе Так себе Да Поэтому Танки Конечно Пятой эры Вас тут будут В принципе Насиловать Но Зато НЛД Такое Тоже Неплохое 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 Если Против вас Попадут Танки Даже Или Вашей эры Или Немного Ниже Я бы сказал Все равно Танк Рикошеты Я лично На нем Иногда Даже Не то что Иногда А я практически Всегда Выкатываюсь На нем Бортом Ребят То есть Вот так вот Бортиком взял Выкатился Короче И все И подставляю Именно борта Вот Потому что Приведенная толщина Видите 500 Миллиметров 500 То есть Как бы Блин Может Может Ну вот Здесь Конечно Шило Полное Однозначно Ребятки Понятное Дело Но Тем не менее Можно поймать Всяких Короче Средних Танков Рикошет Вот Советую Возить В РБ Так как Фарм Самый большой В РБ Ну 15 Снарядов Вам Я думаю Вот так Вот С головой Ну 20 Это Потолок Чтобы Не сильно Загружать Боевкладку И вам Случайно Кто-то Не заехал В зад И не Влупил Именно Вот Эту Точку Потому что От вас Потом Ну Ни хрена Не останется Поэтому Единственными Минусами Является Это его ВН Большая Перезарядка Ну И Крит Пушки Частенько Но Тем не менее Я же говорю Это все Компенсируется Перками Теперь Выбираем Экипаж Ребят И Качаем Обязательно Во всех Ребят Это полевой Ремонт Однозначно Качаем Также Качаем Ну Живучесть При любом Раскладе Ловкость Очень важна Ловкость Это когда Вам Примеру Вырубили Наводчик Или еще что-то И есть способность Заменить его Вот Быстрая Замена То есть Очень быстро Меняется Член экипажа И вы можете Стрелять Это очень Большой Плюс Зоркость Ну Насчет Зоркости Ребят Многие спрашивают Я считаю Зоркость Тоже надо Качать Потому что Вы видите Что По характеристикам Она увеличивает Дальность Обзора Что вы Иногда Когда будете Выезжать И можете Не видеть Его А он Вас уже Видит Это Очень Очень Важно Ребят Очень И Ну В принципе Вот так Все остальное Полевой Живучесть Сведение Я сразу же Выкачал Объясняю Сведение Очень важно Мне Потому что Все таки Как-никак Но Сами понимаете Что такое Сведение Даже нечего Объяснять Все очень Просто Вот Что еще По заряжающему По заряжающему Вот видите В конце Видите Написано Топ 15 8 Поэтому Изначально У нас 18 69 И в топе 15 8 Обязательно Расскажу О квалификации Ребят Квалификация У меня В данный момент Стоковая Она То есть Базовая Да А чтобы Повысить Квалификацию Вот она Квалификация Здесь Улучшатся У вас Все Карактеристики Механика Водителя Наводчика Зоркость Полевой Ремонт То есть У каждого Члена Экипажа Все Плюс 500000 Львов И у вас Все В жизни Получится Также Следующий Это у нас Идет Квалификация То есть Это у нас Квалификация Была Эксперт А это Самая Последняя За нее Надо Все Заплатить 1200 Голды Вот Не помню Сколько Там Вроде 300 Рубля Что-то Вроде Точно Не помню Честно Не помню Сколько Там Сейчас 1000 Голды Вроде Это Чтобы Здесь Все Умения Повысились На Ну Я думаю В краткости Вам Рассказал Как бы Что Куда К чему И теперь Конечно же Давайте Посмотрим Как он Ведет В бою Как надо На нем Принципе Играть Особенно На городских Картах И насколько Можно Привезти Бабла У меня Прям танк И Прям аккаунт Активирован Вот 23 дня Осталось Поэтому Поехали Ребят Смотреть Бой Итак Ребятки Ну что же Покажу Один из Повторов Как пример Вот У нас Карта Берлин Поэтому Просто Я бы сказал Даже Просто Блин Топчик Что у нас Есть Я на ИС-6 В принципе Все видно Буду вам Рассказывать Показывать Вот Беспощадный Тунчик Такой Нет Видите Император Прайм Все дела И Мы двигаемся Двигаемся Именно В точку С Ребят Для того Чтобы Потом Ее Взять Я вам Сразу Скажу Что Именно В РБ Играя На Прим Танке Если вы Хотите Заработать Денег Вам Однозначно Нужно Брать Точки Ребят Вот Просто Ехать И брать Точки Потому Что За захват Точек Вам Дают Очень Неплохо За Захват Одной Точки 11000 Сходу Орлов Дают То есть Вы понимаете Да То есть Если вы Сами Ее Возьмете Здесь Я поставил Чтобы Посвечивались Враги Ребят Чтобы Было Видно Кто Откуда Куда Едет Как бы Вот Такие Всякие Моменты Поэтому Вот В данный Момент И показывают Может Быть Будут С Перемотками Чтобы Не так Сильно Затягивать Но Тем Не Менее Довольно Там Очень Интересно Посмотреть Как Это Что И Будет И Особенно Обращать Внимание На Мини Карту Это Однозначно Потому Что Вы должны Смотреть На Мини Карту Оценивать Ситуацию Здесь Не Просто Так Выехал Прямо Куда Нибудь Заехал И Все Да Вы должны Брать Точку Понимать Что За захват Точки Вам Дадут Бабло За то Что Потом Ее Приедут Сбивать Однозначно Вот И Как Бы Смотреть На Другие Точки Которые В Захвате Но Что Самое Главное Является Является Тем Врага Он Видите Едет То есть Едет Враг Все Нормально Все Круто Вот Он Видите Делаю Выстрел Справа Внизу Видно Уничтожен Уничтожен Ну Что же Я могу Сказать Уничтожен Ребята Это Очень Хорошо Что Он Уничтожен Поэтому Дальше Мы Следим За Этой Всей Конителью Что Тут У нас Происходит И Естественно Оцениваем Ситуацию Вижу Врага Видите Он Враг Короче Вот он Но Я Немного Не успел Его Загасить Как говорится Что же Делать Ну Ничего Ждем Оцениваем Дальше Ситуацию И понимаем Что у нас Как бы там С точками Довольно Неплохо С У нас Ребятки В захвате То есть Я забрал А Тоже Под Нашим Под нашей Юрисдикцией Скажем так И Оцениваем Оцениваем Понимаем Что сейчас Кто-то Еще Наверное Приедет И Смотрим В принципе По сторонам Все Очень Просто Так Вот так Сделаю Более Менее Парящую Такую Камеру И Вот он Пацан Едет Смотрите Вот и Следующий Ребята Серьезный Человек Который Просто Вот Расклеился То есть Минус Два Фрага Я вот так Сделаю Под Свет Чтобы Видно Было Император Правил Вот Круто Да Вот Вот так Вот Все Теперь Круто А вон Еще Один Стоит Пацан На Т29 Смотрите Просто Стоит Бабах Внизу Видно Экипаж Выведен Из строя И что У нас Получается У нас Получается Мы Взяли Базу И Загасили Троих Чуваков Четвертому Вот здесь Который Вот здесь Просто Тупо Повезло Вот Вот здесь Да Ну и что Дальше Чтоб не стоять Я на ускоренной Ребят Перемотке Чтобы Не затягивать Потому что Я покажу В этом бою Одно из тем То есть Уже В принципе Денег Мы Нормально Оформили Но Знаете В чем минус Мы тут Начнем Проигрывать И очень Жестко Проигрывать Ребятки Здесь Короче Вот чувак Я по нему Работал Видите То есть Он проскочил И вот еще Один В помощь Конечно Я его не пробил Это Мог бы еще Один В копилочку Мне Трубчик Быть Но Блин Пришлось Его с автопулемета Добивать И при этом Я еще Из-за него Получил Вот Что дальше Ну дальше Короче Делаем Вот такие Вот вещи Продвигаемся Продвигаемся Мы на танчике Понемножечку 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 Но Я тут Практически Чуть не умер Потому что Вот У меня ФВ 42.02 И я Короче Стреляю И Ни хрена Не пробиваю Опа На Опа На И Смотрите Мои дальнейшие Действия Что я делаю Ребят Вот Что я просто Буду делать Переключусь На камеру Один Вот так Вот таким Образом Подставляю Каток Каточек Выцеливаю И нахрен Уничтожаю Цель То есть я специально Развожу его На выстрел Это и есть фишка Разводить на выстрел Откатываться Короче Бортом И Как вы видите У нас Б захвачено А вообще Короче Не берется Я им пишу Ребята Давай что-то делать Алло Гараж Но Им пофигу Я думал Объехать И поехать Потому что На базе Видите на миникарте На базе уже враги Думал А Поехать забрать Но Решил сменить Это все И я Думаю Не-не-не Я поеду на точку Б В наглую А что уже терять Плюс за точку Б я еще и получу Короче Деньги за захват Опять же То есть Надо активно Активно Ехать Я говорю Постоянно Оценивать ситуацию Здесь у вас нету Там количества ХП Там еще что-то Вот здесь хорошо Что рушка Мне помогала Довольно неплохо Ну просто Чувачок Красава Что я могу сказать Красавелло Просто Вот И Делаю захват базы То есть Я забрал Точку С Удерживал ее Почти там Четыре трупа Сделал Четвертого Немножечко там Не пробил Но помощь была Забираю теперь Точку Б В данный момент Немного так вот Ускоримся Точку Б Я ее забрал Точку Б С помощью Этого Чувака Рушечки И еду на точку А У меня такое ощущение Что вообще Вот видите Иногда даже одному Ну можно тащить катку Но иногда ощущение Что Блин Что вы все делаете Чем вы занимаетесь И все Надо делать самому И никогда Не думайте Что вам кто-то поможет И нафармит вам бабло Никто вам ничем Не поможет Ребят И тут опять же Шрушка Оба-на Привет пацанчик Привет Опять же Короче Никто вам Никогда не поможет И катку вам не затащит Вы должны Только надеяться На самого себя Но лучше конечно Играть во взводе И надеяться Уже на совзвод Что даст вам Большое преимущество Ну И мы В быстрой Перемотке Ребят Я вот так вот Ускорю еще Продвигаемся Прям шикарно В РБ В РБ Такая движуха А тут я не проехал Тут я немного затупил И поехал дальше Короче Едем Едем В соседнее село На дискотеку Так ребят Ну вот Ищу Ищу врагов Может быть Тут короче Чувак А тут На пися четверке У нас Чувак Кемперит Красавелла Что я могу сказать И тут Я немножечко Короче Двигаюсь Двигаюсь Именно По наклонной Вот По миникарте По наклонной И думаю Где же вы тут Пацаны Здесь серьезно Ну вот Где вы Алло Скажите мне Покажите Короче Как бы вот так Еду И тут Чувак Бросает Бомбы Я понимаю Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй И почти Меня наказал Почти Почти Закритован У меня Довольно Неплохо Движок Там был Вот Гусеница Но Мы немножечко Успоримся Для того Чтобы там Более-менее Починочка Такая была И я Увидел Что здесь Вот Где-то Враг Стоит Ну то есть Видно Да И думаю Ладно Дружище Ладно И понимаю Что там Стоит у нас ФВ-40-05 То есть Вы понимаете Что это за хрень Бабака Которая Вот она Прям стоит Бабака Которая Будет тому Выносить Все и вся Ребят И поэтому Я понял Что Как бы Ну его нафиг И я В данный момент Ребят Вот Вот Это Машинка Вот она Видите Стоит Спряталась Продолжим И я делаю Выстрел И уничтожаю Ее То есть Еще один Тунчик У меня В копилочке Как бы Очень хорошо Ну вы знаете Что тут Еще не Все На меня Напала Вот эта Вот Страшная Машина Которую Выведен Из строя Тоже Уничтожил Сразу же Практически После того Как Как уничтожил ФВ-40-05 Ну И на этом Бой Как бы Закончился У меня То есть В моей копилке Было 6 фрагов Хотя Мог бы Короче В начале ФВ-40-05 Загасить Ну Как бы В этом плане И у меня Получилась Вот такая Вот такой Вот ребят Результат Последний Бой В Берлине Я заработал 93 тысячи Активность В бою 94% Ремонт Вот автоматически Минус 286 Там Та-та-та-та Закупка Боеприпасов И самое Главное К опыту Вот Итого К опыту Следующего танка Который я качаю Ну любой В принципе Вы будете Какой там Качать Без разницы 12 622 тысячи Нормально? Нормально То есть В РБ Вы сможете Зарабатывать В АБ Вы много Не заработаете Денег Говорю вам Сразу Очень Очень тяжело Будет Но То есть Танк В принципе Приносит Бабла Если вы Хорошо Нормально Играете Каждый Конечно Не такой Бой У меня В среднем Выходит Там Короче 50 тысяч Скажем так Вот Где-то в этом районе 50 Ну 50 В среднем И хороший бой Соточка Короче Имею Поэтому Как бы Вот так Вот Даже при самом Плохом Раскладе Думаю За два боя 100 тысяч Или За один Бой Сотку Все В зависимости От того Как вы Играете Ну Как бы Вот так Вот Поэтому Показал Что При этом У меня Как бы Не бусты Вообще Не активированы На данный момент То есть Если интересует Насчет бустов Еще бусты Добавляет Но у меня Ни один Буст Не активирован Только Прем И Прем Танк Все Если вы Еще и буст Активируете Который Выиграете Плюс 150 Там Или Там 200 300 Так Вообще Вот так Там За сотку Перевалить Там Можно И 150 120 130 По разному Все опять же Зависит от того Как вы Играете Если вы будете Стоять и ничего Не делать Вы Ни хрена Хоть Золотой Танк Купите Вы Ничего Не Заработаете Все Очень Просто Поэтому На этом Всем спасибо Ребят С вами был Император Прайм Я старался Первый обзор По Прим Танку Вар Тандеру Пожалуйста Сильно Прайма Удачи Танкисты